В субботу на стадионе «Труд» прошли традиционные соревнования конькопешцев, посвященные памяти Игоря Борисовича Мальгинова. На лёд вышли 75 человек в возрасте от 2 до 85 лет. На месте событий побывала наша съёмочная группа. Анастасия Айдова Екатерина, город Карабанда. Нужно думать о том, что мерзнут руки и ноги, чтобы полностью сосредоточиться на результате. Нет, это классика, классика жанра. И к этому нужно иногда прибегать, потому что истоки конькобежного спорта изначально – это как раз-таки настоящая природа. Забег посвящен вашему известному конькобежцу Мальгинову. Я знаю прекрасно его сына. Мы с ним даже тренировались одно время вместе, так как он состоял тоже в нашей национальной сборной Казахстана. Но потом наши дороги разошлись, Виталик, к сожалению, закончился спортом, но я продолжала в своём русле, так скажем. Но это, знаете, конькобежный спорт – это как одна большая семья. То есть чужих никогда не бывает, они все свои. Соревнования на стадионе труд – это праздник для всех любителей конькобежного спорта кунгура. А также дань памяти Игорю Борисовичу Мальгинову, который всю жизнь пропагандировал этот вид спорта. Тут и полторы тысячи километров не расстояние для настоящей дружбы. Василий Крылов с теплотой вспоминает друга. Как он говорит, их жизненные пути всегда шли рядом. В последний раз я стоял на этом льду в 80-м году, 40 лет назад. Поэтому лёд этот для меня очень важный, потому что я на нём воспитывался как спортсмен, как личность. И в последующем, конечно, это благотворно сказалось на моей судьбе. «Графики всегда в работе бывают очень жёсткие. Иногда не хватает времени, но нужно находить время, чтобы приезжать, встречаться с друзьями, с тех, кого не видел. И, в принципе, сегодня я увидел много своих друзей, которыми раньше бегали на этом стадионе, бегали в Перми, занимались спортом. Встретил своего личного тренера Хабибулина Музахида Махьяновича». Среди мужчин в забеге на 500 метров лучший результат показал сын Игоря Мальгинова – Виталий. Мастер спорта международного класса, который, со слов ветеранов соревнований, опережает в скорости своего знаменитого отца. «Да, конечно, такие соревнования нужно проводить чаще, чтобы встречаться со всеми людьми. И так редко все видимся, а вспомнить всех, кто был, повидаться, пообщаться, поделиться каким-то опытом, воспоминаниями – это всегда замечательно». Сегодня в традиционных соревнованиях в памяти 12-кратного чемпиона города Кунгура принимает участие 75 человек. Самому старшему спортсмену 85 лет, а самому маленькому 2 года. И нет сомнений в том, что у Кунгурской конькобежной школы есть будущее.